Принимаю решение с 1 января 2022 года увеличить минимальную заработную плату с текущих 42,5 до 60 тысяч тенге. Данная мера напрямую коснется более 1 миллиона человек, а косвенно всех трудящихся. Размер минимальной заработной платы не повышался с 2018 года. Мировой коронакризис усилил давление на доходы населения. Кроме того, по уровню минимальной заработной платы Казахстан уступает целому ряду стран СНГ. Возникла еще одна проблема, можно сказать беда. Дети бросают учебу, потому что не видят в ней необходимости. Правительству поручается самым серьезным образом заняться решением этого вопроса. В частности, повышением качества информационных систем для удаленных форматов обучения. Наше образование должно быть доступным и инклюзивным. Мы должны готовиться к внешним шокам и наихудшему варианту развития событий. В высшей степени актуальным стало моделирование рисков, исходящих извне. Ситуация в Афганистане, общее нарастание глобальной напряженности ставят перед нами задачу перезагрузки оборонно-промышленного комплекса и военной доктрины. Укрепление обороноспособности, повышение оперативности, реагирование на угрозы также должны стать приоритетами государственного значения. Мы также столкнулись с неконтролируемым ростом инфляции. Национальный банк, правительство оказались бессильными перед ней, сославшись на мировые тенденции. Подобного рода отговорки высвечивает уязвимость национальной экономики. Возникает еще один вопрос. В чем тогда состоит роль наших профессиональных экономистов? Главная задача Национального банка и правительства – это возвращение инфляции в коридор 4-6%. В результате реализации антикризисных мер общим объемом 6,3 триллиона тенге в экономике возникла избыточная денежная масса. Но существуют ниши, в которые эти средства не поступают. Все, кто сомневается в курсе главы государства, не справляется с работой, Возможно, хочет каким-то образом отсидеться, уклоняется от выполнения поручений президента. Мне кажется, должны уйти из занимаемых постов. Сейчас мы вступаем в решающий этап нашего развития. Государственный аппарат обязан функционировать как единый механизм. Только в таком случае мы обеспечим достижение поставленных цели. Мақты мемлекет болу үшін олттың уйаса білуі айрықша маңызды. Шин мәнде уйымдастан утады. Интымақ жүрген жерде рыз бірге жүреді. Деп, халқымыз бекер айтпаған. Біздің күш қуатымыз берекелі бірлікте. Ендіше бірлігімізді бекемдеп, ел үшін ембек етейік. Касиетті оталымыз мәңгі жасай берсін.